Крутится ПЕСНЯ Партийная кличка Максим, социал-демократ, ленинец, арестован в 1910 году. Воспрещено жительство в столицах и промышленных губерниях. Вновь арестован в 1912 году в Сорнове. Где руководил большевистской работой. По дороге в тюрьму бежал. Вновь задержан в городе Казани. Постановлением судебной палаты сослан в село Парабели на Римского края. Откуда 25 марта всего 1914 года бежал. Парабели на Римского края. Парабели на Римск, социал-демократ, ленинец, арестован в 1912 году. Парабели на Римск. Парабели на Римск. Парабели на Римской. КОНЕЦ КОНЕЦ Затем ставится на обсуждение господам членам Государственной Думы в дополнении пункт 6 параграф 13 восьмого раздела проекта о вспомоществовании дворянскому банку. Согласно отчету за 1913 год акции банка распределяются следующим образом. Ахшарумов 150 акций, два голоса Парамонов. А, Елена? Со свеженькой правдой? Со свеженькой. Здравствуй, дорогой друг. Значит, прорвался через рогатки. Рад тебя видеть. Вот. Значит, и это прошло? Проехало. Забастовка на Невском заводе продолжается. Рабочие требуют удаления заказа морского ведомства на якоря для шаровых мин. Как известно, из-за отказа остаться для выполнения этого заказа на сверхурочную работу после 11-часового дня уволены шесть разметчиков, что и вызвало на восторку солидарности. Как запрос? 33 подписи надо под запрос. А нас пятеро. У кого соберешь? У этих? Пороть надо. Пороть. Пороть всех без разбора. Пороть, пороть, пороть. Конечно, по закону. Но пороть? Да. Уволены шесть рабочих. Что и вызвало. Да, мир ему. Есть по поводу каждых шести рабочих вносить запросы? С ума сойти. Нет. Нет. Барань, понимаете ли, не рублю, а режу. Эти кусочками такими. С грязью. Да. А сама, наиболее, ведь и сок дает. И вот есть этот пирожок. С луком, с петрушечком, с зеленью. Ай, парень, вот дальнейшая корочка. Удаление заказа морского ведомства. Что? Что? Военный заказ. Да разве это можно? Скажите, на самом деле, можно говорить об авиации? Авиации, это фантазия. А это можно сравнить аэрофлан с велосипедом. А не слушайте, я никогда не знаю. Забастовку солидарности. Забастовка, забастовка, забастовка. Опять азартные веры. Ничего не выйдет, господа правдисты. Кто говорит? Родичек говорит. Бегу. Народные представители. Ну что ж, пошли. Так не выйдет с запросом? Не выйдет. Будем действовать дальше. Получай твою листовку, Сергей. Печатай, годится. Только заказ ведь военный. Должно быть военный. Почему должно быть, они точно узнал. Товарищи, очень важно разъяснить массам, что заказ именно военный. Мы каждую минуту должны помнить, что писал Ленин. Питерские рабочие должны знать, что их толкает на бойню ради прибылей кучки купцов промышленных. Сколько стачек сегодня в Питере? Семь. Хорошо. Какие? У Яблонского, у Кофеля, на Абуковском в Кузнице, на Невском. Так вот эту стачку на Невском заводе мы и выделим, как связанную с военным заказом. В первую очередь, вправде пускай ее. Там на Невском заводе стачечный комитет слаб. Меньшевики примазаться могут. Хорошо бы кого-нибудь для укрепления. А есть кандидатура? Может быть, Артения? Нет. Неустойчивый человек он. Михляй. Тут надо кого-нибудь покрепше. Есть кандидат. Кто? Предлагаю Федора. Какого Федора? Прибыл к нам. Из далеких краев. Ах, из далеких краев, помню, помню, писали. Годится. А что ему надо, чтобы начать? Немного он просит. Явки для связи и гитару с хорошим звоном. Не прихотлив. Ну что ж. Благословляй раба позже у Федора на работу. И выдай ему, как партейное имущество, звонкую гитару. Ах, из далеких краев. Один раз из-за вас чуть не утопился. Всем сравню я ваши губки обязательно с ничем. Не могу сравнить их даже с ландриновским манпостем. Сколько раз из-за вас мучился, томился. Один раз из-за вас чуть не утопился. 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 Заманивал. Такая уж у токарей Ерофеева школа. Седьмого от двух бортов в угол. Товарищи, пойми. Нище, товарищи. Свой. Стоит, товарищи. Ведь шесть человек уволены. Ну, при чем тут шесть человек, товарищи? Еще Маркс. Карл Маркс писал Энгельсу. В 1862 году. Чтобы развиваться массам, нужно время и возможности. А вы? Вы плохо знаете Маркса. Я понимаю, вы статичный комитет. Вы, так сказать, практические работники. Но ведь практике нужна теория. И вот мы, люди теории, пришли вам помочь. Так, товарищи, давайте же работать по-деловому. Поймите, речь идет о тактике социал-демократии. Что вы там делаете с гитарой? Я думал, что товарищи социал-демократии хотели сказать нам, а не соседнему кабинету. Я категорически требую, чтобы всяческие молокососы с дурантскими гитарами не мешали нашей резолюции. Да как ты смеешь обзывать нашего товарища? Наша гитару не обижает. Да и можно проверить, гитара очень хорошая. А насчет резолюции? Как же можно мешать кому-нибудь внести резолюции? Правильно. Совершенно правильно. Вот, товарищ, так сказать, неофит. Ну да, то есть он впервые соприкасается с сознательной деятельностью. Вот, понимаете? Ну, разрешите огласить резолюцию? Давай. Давай. Резолюция. Объединенное заседание рабочих организаций районов, считая, что забастовка на Невском заводе из-за увольнения шести токарей, возникшее в неудачное время и с недостаточными возможностями, должна быть прекращена на условии возвращения к танкам рабочих без вычетов и заработной платы. Позвольте. Как же... Друзья мои, поверьте мне, старому марксисту, ведь сейчас против нас все. Кассы наши пусты. Фабриканты сейчас сильны, как никогда. Общественность не за нас. Время за нас. Главное, товарищи, терпение. Да. Ну, я думаю, поскольку других резолюций нет, проголосуем, а что не будешь? Отчего нет? Как мне быть в резолюции? Разрешите уж и мне. Конечно, вы любите теории, мы практики, но уж разрешите. Товарищи, бог знает что, и бог уходит время. Главное терпение. Вы же сами говорили, время за нас. Датчинский комитет считает, что в существующих кабальных условиях труда неминуемы забастовки. Забастовки обрекают рабочих на лишение, но являются могучим средством протеста и революционного воспитания массы. Забастовка на Невском заводе служит примером пролетарской солидарности. Необходима коренная переделка условий труда. Рабочие Невского завода вернутся к станкам только на условиях возвращения шести уволенных, удаления военного заказа, повышения расценок на 15% и введения восьмичасового рабочего дня. Товарищи, это же не свыкат. Да ни один социал-демократ. Извините, мы же условились. Никаких условий. Мы не из тех крыс, которые пещат в подполье. Ну, конечно, вы не из тех крыс. Только я думаю, что резолюция обычно голосуется. Правильно. Давайте голосуем. Я прошу слова перед голосованием. Я настоятельно прошу преохладить это издевательство с гитарами. Что за первой резолюцией? Что за вторую? Большинство. Решить поправку. Давай. Я предлагаю вычеркнуть хотя бы пункт, а восьмичный столом. Как явно утопический. Сколько раз повторяемое, с толку нет. И будем повторять, пока не допнемся своего. Что за поправку? Большинство. Тогда разрешите заменить слово неминуемое. Слово случается. И вставить к сожалению. К сожалению, сражается забастовка. Слушайте, не меняется, но выявляется отношение. Я против. Нечего нашелеть. Мы на забастовку идем, не жалея себя. А ты к сожалению. Минуточку. Что за сражение? Да. Меньшинство. Простите, простите, у меня тоже есть поправку. Потому что в вашей резолюции здесь явное повторение. Плеоназ. Ну да, плеоназ и повторение. Вот, забастовки обрекают рабочих на лишениях. Потом, но являются. А зачем? А зачем? Вот я предлагаю оставить то лишение включительно без но. Правильно. Я тоже предлагаю но выкинуть. Вместе с лишениями. И оставить так. Неминуем из-за бастовки. Являющиеся могучим средством протеста и революционного воспитания массы. И все. Коротко, ясно. И без этих... Леонардов. Ну, нас не слушают, нами пренебрегают. Вы просто уходите. Ладно, голосую резолюцию в целом. Позвольте, последняя попытка. Ну, хорошо. Вы хотите быть фанатиками безграмотными. Но логичными-то вы должны быть. Чему это слово? Э-э... Военные заказы. Ну и что? А не все равно какой заказ. Выбросьте слово военные. И тогда вы прекратите поправить. Прекратим. Ладно, голосую зло за то, что я против. Мне все равно какой заказ. Вы же тоже не видите, что военные. Именно военные заказы дополняет все больше и больше завод. Порохом пахнет в воздухе. А вы выкинут слово не из-за слова, а из-за буквы. Станем драться с вами, господа меньшевики. Вземательство. Мальчишки. Щенки. Мне легче мечтать, что вы. Мне марксисту с 1902 года. У меня за плечами время. И Маркс письмо к Энгельсу писал, чтобы развиваться массам нужно время и возможности. Мы уходим. Но мы хлопнем дверь. До свидания. А кстати, насчет письма так сдается мне, что не Маркс его писал Энгельсу, а Энгельс товарищу Зорке. И стоит там помнится не точка, а запятая. А вот дальше идет, дай бог памяти, что массы получают возможность лишь тогда, когда имеют собственное движение вперед. Трудно далась мне эта грамота, да и недавно. Ну да оно и к лучшему. А то отрывни за плечами иные перевирают. Что вы там делаете с гитарой? Встать на голосование. Голосую. Большинство. Значит, товарищи, заботовка продолжается. Что, что, а заказ этот на якоря для шаровых мин на Невском заводе делаться не будет. Вот это верно. Семен. Что случилось? А то, что все детали на якоря для шаровых мин вывезены с Невского завода в неизвестном направлении. Плохо. Значит, заказ где-то выполнят, а мы с забастовкой сели. Да. Ну что ж, теперь и почвы для раздора нет. Узнать бы, на какой завод перекинули. Да поднять бы тот завод на откат от работы. Узнать бы. Да кто ж, кроме хозяев, знает. Есть еще знающие. Вот он, сущий сын, пирамиду всех обыгрывает. Да разве от него узнаешь? А ну кто? Вон он стоит у бильярда. Хозяйский халу из контора. Голосую. К нему не подступиться. Не подступиться, наверное. Что же это за человек? А ну скажи, а ну скажи еще что-нибудь про петуха. Кто-то давал на чай всегда. Одни тирирюм тройчатки. И тиририрюм, тиририрюм, тиририрюм. Топил коньяк. Пей, Мазила. Это кто Мазила? Вот я тебе. Партия. Партия. Не привык. Ну не привык я к такому бильярду. Вот посидишь под ним, привыкнишь. Шутник. 26 лет его знаю. Все шутит. Кому шутки, а тебе сидеть. Не связывайся. Лезь. Слышишь, может ты рубля возьмешь? Нехорошо потомственному токаю. 26 лет у станка бесчестность. Токарь-пекарь. Ха-ха-ха. Токарь-пекарь, токарь-пекарь, токарь-пекарь. Все вы одно. Запастовщики смутьяны. Не режешь. Лезь. Менял я женщин тар-дриям тар-карь-карь-карь-чатки. Триям-триям-триям-триям носил я шап-кляк. Вот так. Токарь-пекарь. 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 мне сам под бильярдом. Что он делает? Ведь под бильярдом сидеть, уважение потерять. Субтитры подогнал «Симон» Дозвольте посмотреть, как судьба решается. Мимо! Менял я женщин-тридориам, как перчатки. Носил всегда ее-тридориам, но еще поколок. Давал людям на чай одни, трием, три чатки. И пил три звездочки, трием-трием, сальчак. Своя процент и сделана. Прошу. Какие держишь? Что это тебе, ружьё, что ли, а? Чёрт! Политики. Значит, если я два положу, три рубля мне и старика из подбильярда. Как же? Ой, дура! Да, 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 да. А если я восемь положу? Восемь? Ну, ай-яй-яй-яй. Ну, если восемь положишь, то я подбильярд. Виноват? Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот тебе и докарь, вот тебе и пекарь. Ну что, взял, канцелярская криса? А ну, милый! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Разыгрывать меня вздумал? Хочешь свою я показать? Да что вы? Разве б я посмел? Случайность. Я с детства к наукам приспособлен. Посмел, не посмел, не убедешь ты с людьми разговаривать. Вот что, ваше степенство, вы уж три рубля готовьте и лезьте под бильярд. Собирайтесь! Будете знать, как издеваться над рабочими. Назад! Да как вы можете? На моего лучшего рад бы сказать, друга орать. Он злобствует на рабочих, да он шутит. Ты ведь сам, дядя, говорил, он шутник. Говорил я. Шутник-то он шутник, да только с другой стороны. Да и сам ты игрок с другой стороны. Вы ведь шутник? Шутник. Медали. Партия продолжается! В войсках! Аська! КОНЕЦ! КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я плачу! Я плачу! Я плачу! Я плачу! Пополам! Пополам! Очаровательные очи, О, и так сверкаете, И в мраке тёмной ночи В леску не теряете. Сколько раз и за вас Сколько раз и за вас Сколько раз и за вас Короля Санкт-Петербургского бильярда Ура! Чуть не уповерите Спасибо, детки. Хоть и постойте, Против директора идёте, А люди вы ничего. Директора? Да разве это директор? Вот если бы такого, Как вы, Платон Васильевич, Директора! А зачем ему директора? Что? Он на своём месте, Может, важнее. Заказы-то через кого проходят? Через него? Через меня. Главную книгу, Главную книгу. Кто ведёт? Кто ведёт? Кто главную ведёт? Он ведёт. Я веду вас к примеру, Из-за чего ваш завод бастует? Ну, из-за корей для шаровых. Ну, вот из-за корей для шаровых. Выпьем. Выпью. Выпью. А кто заказ выписывал? Он выписывал. Кто выписывал? Я выписывал. Аааа! Заказ увезли. Магманную, кто выписывал? Кто? У меня всё в руках. А, умный ты человек, бью за свое здоровье. А, чепуха. Один только директор может знать, на какой завод заказ переброшу. Врешь, врешь. И я знаю, и я знаю. Только это дело секретное. Правильно. Не знает, потому и секретное. А ты молчи. От меня на заводе секретов нет. Я знаю, но молчу. Вернее намолчать. Молчу. И вам не выведите меня. Вот, знаю, вам не не. Вот, 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 вот. Выпьем. А мне даже захочешь не говорить. Не интересует. А, а вот тебе, тебе бы бы сказал бы. А вот ему нет. А тебе бы сказал бы. Да пошел к чертовой матери. Как это ты не хочешь слушаться, раз я тебя сжимаю. А плевать, мне интересно. Да и сам знаю. Ну, на лес на расстоянии. А, вот дурак. А, а, лестер. Иди сюда. Да пошел. Уйдите. Иди, говорят. Да не слышал ничего. Ничего. Выпьем. 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 Пой-ка. Выпьем. Выпьем. На северном. Врал. Не может быть, чтобы на северном. Какую немецкую эти полна сделают? А мины отродец не делают. Вот ты и проверь. Проверить, конечно, мало. Надо хвататься за ниточку. Надо, чтобы завтра же все рабочие северного узнали. А как же они узнают, чудо? А вот так и узнают, мины. Для этого и существует она, наша дорогая, золотая, любимая. Разговор про девички. Моя школа. На здоровье твоей девички, парень. На здоровье моей девички. Маша. Девица, мальчик. Но вы так желаете. На браке темной ночи. Машин. Веску, не верь. Машин. 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 Можно? Продолжение следует... 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 По делам печати сегодняшний номер правды конфискован. Дальнейшее печатание прекращается. Да, но мы... У нас разрешение. Можете жаловаться. Мы все-таки... Можете жаловаться. Приступайте. Это незаконно. Можете жаловаться. И будем жаловаться. Пишать не дают. Вам что угодно. Господин депутат, потрудитесь не мешать. Вы посторонний человек в газете, вас это не касает. Как это не касается? Я рабочий депутат и газета рабочая. Мы делаем одно дело. А у меня предписание. Покажите. И вanti. Так. На сцене shown. У меня не надо. Не годится. Как это не годится? Здесь говорится о правде. А мы печатаем путь правды. Можете жаловаться. Не пожалуемся. Большая газета выходит ежедневно, кроме понедельника. Какой сегодня день? Второй. Странно. Стало быть, номер вышел, номера нет. Нет, конфискован целиком и полностью. Остались два-три экземпляра. Дело продолжается, товарищи. Надо нового редактора для отсидки искать. Новое название. Волос правды. Рабочая правда. Было. Трудовая правда. Это подходит. Рабочая газета правда! Рабочая газета правда! Здесь рабочая газета правда! Рабочая газета! Рабочая газета! Рабочая газета発ая... Обсудить надо, подождать И кого это ждать? Может, тебе разрешение от дирекции на забастовку? Запись о печати требуется, а? Брысь, что ты в забастовках понимаешь? Я коренной забастовщик 44 забастовки, 7 локаутов выдержал 16 завода у меня вышибли, теперь 17 вышибают Вот задури вышибают Ага, задури Твое дело, летейщик Много ума не надо Ты слушайся Токарей Токарь все постиг Не бывать у нас забастовки не из-за чего А правда? Ведь в правде все написано Да не правда врет А правду кто-то обманул Ты вот, слушай И заказ этот переброшен на Северный завод 26 лет я на заводе Все уголки знаю Где эти в модели заказа? Что-то я их не вижу Не видишь? А ну пошли Да где ж тут на них написано, что это тот самый заказ? А ты что хочешь, чтобы при них тебе удостоверение было, а? Можно удостоверение О, нечистая сила Ты как это здесь? От бастующих нефцев послан Тот этот заказ Они клеймо стерли А у нас чертеж А ну-ка Они Ясно, они Они Раскудахтались Ну понятно, они Конечно, они А я что говорил? Подождать, я говорил Его подождать Ты, парень, говори Не таись Тут люди все свои Забастовкам привычные Вот разве он? Ясно Но, но, но Значит, бастовать? Бастовать Только забастовка Это должна быть особенная Надо поднять все заводы Чтобы все рабочие Питера нас поддержали 10 тысяч целковых Заплатили банки Господам из морского министерства Чтобы получить этот заказ Сотни тысяч на этом заказе Наживут заводчики и банкиры Им прибыль нужна Значит, работай для них По 13 часов в сутки Значит, гони в шею С завода недовольных Значит, сговаривайся Хозяин с хозяином Как клеймо стереть Как ночью заказ увезти Чтоб рабочих обмануть Не обмануть Они сговорились И мы сговориться можем Началось с шести человек А встанут тысячи Заклятым будет этот заказ Ни один сознательный рабочий Не прикоснется к нему За токарей не бойся Токаря самый, что ни на есть сознательный Говори больше Летельщики себе докажут И парень не от себя Не от себя Понимаю Все будет сделано По всем цехам По всем мастерским Пройдем А утром завтра в бой Но главное Найти путь К сердцу простого народа Вот После заседания правления И какой-нибудь серьезной дискуссии Надо идти работать сюда В самую гущу Это верно Так сказать Узнать чем живет Чем дышит рабочий Как же так потом Подставалось Можно сказать король И уволили Васька Уволили Сухую уволили Гость Говорят Продался Газетчиков А Найти бы мне Этого писалку А ну тебя Эх Помог бы кто Я вам помогу Я помогу вам За душевной беседе И мы выясним Ваше чаяния Васька Васька Пиво По его лучшему другу Ваше здоровье Доктор Берутся Берутся понять Душу простого народа Сволочи Я вас понимаю Есть тяга к чтению А неужели вам Никогда не хотелось Почитать настоящую Рабочую газету Вот я как старый газетчик Газетчик? Старый газетчик Вот я вас Не приходилось вам читать Рабочую газету луч Ах газетчик И вот вы как сознательный Рабочий Рабочий? Это кто рабочий? Кто рабочий? Что? Если меня уволили Так меня Оскорблять можно? Меня короля Санкт-Петербургского Биллиарда Всякой тварь Будет Посмотрим Посмотрим Черт сволочи Убью Токари-пекари Вы ошибаетесь, товарищ Товарищ? Ах ты, сволочи Освените Мне вы не товарищи Вы ответы Рабочего класса Пусть они с вами знают Убью А они, которые с вами На бильярдах режут Бильярдах? В бильярдах? Если меня человек погубил Другом назвался Под увольнение подвел Если того человека Последить Подождать Заводите В полицию В полицию В полицию? Ага А я его Без полиции Ай Диво Васька Так он здесь пройдет? Беспримерно здесь, Павел Васильевич Назвали Слушок был Сегодня будут работу качать А он агитатором Агитатором? Агитируется он меня Спокойничков Как в ладьбе сейчас Да, там, пошли Пошли КОНЕЦ 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 Так он КОНЕЦ КОНЕЦ ЧТО PE ЧТО ТРЕВОЖДИ УК deck За бастовки помешать хотят, беги, скажи, пусть бастуют. Фёдор, Фёдор, ну. Дяденька, убили. Кого убили? Того, что с тобой, он мне правду давал. Фёдора. Мёртвый лежит в переулке. А может, где-то смерть? А по пьяному делу? По пьяному. Нет, 26 лет, кто карьера феев на заводах работаю. Знает, чья тут рука? Чич! Нечистая сила. Покойника я с детства знаю. В рот красинки не брал. А ей, кто карьера феева школы? Что же это выходит? Братцы. Хозяева от бастующих нефцев. Нам заказ пихнули. Клима стёрли. Ночью свезли. Обмануть думали. Правильно. Вот первое. Предлагаю шапки снять. За убитого в цвете лет Фёдора. Ни фамилии, ни отчества не знаю. А второе предлагаю. Если требования наши не выполнят, восставать! Здравствуйте. Здравствуйте, мы тоже. Хорошо, хорошо. А республику-то выкинь. Цензура прицепится. Пиши неврезанные лозунги. Хорошо. Здравствуй. Стихи снова принёс? Стихи. Хорошие. Не знаю. На смерть товарища. Какого товарища? Получай свою заметку машиностроительной. Такой мульт товарища? Жалко. Ну, читай. Шумя грохотали заводы. Нависла свинцовая мгла. Собравшись в цеху, с нетерпением товарищи ждали тебя. Но чьею-то злою рукою ты был беспощадно убит. И нам, твоим верным собратьям, тебя уж не воскресить. И пусть эту злую потерю пришлось нам теперь перенесть. И крепко, и свято мы верим, что будет страшна наша месть. Как ты нас учил, так и будет. Исчезнет когда-нибудь мгла. И в будущем в царстве свободы с любовью мы вспомним тебя. Хорошо. Должно быть, хороший человек был покойный. А ты разве не знаешь? Не знаю. А кто такой? Так значит, в набор? Давай. Ты кто умер? Когда? Сегодня утром. На наш завод шел. Его по пути и прикончили. Утром? На заре. И трупы потом не нашли. Должно быть, дворники в приемный покой сволокли. Завод теперь бастует. Благодаря ему, товарищу Федору. Федору. Ты сядь. Набегалась, утомилась. Присядь. Значит, бастуете? Бастуем. Невский завод поддерживаете? Поддерживаем. Передай своим. Пусть надеются на пути вовцев. Передам. Готово? Не трой. Не трой. Пусть надеются на пиджаке. Василий Кузьмич, ты что ж без пиджака продал? Тепло А наши все продали Инюшка моя больна За что? Я твоему Никодиму должен за бильярд Проиграл ему? Дура Я 26 лет не проигрывал Выиграл Ну, такая у нас игра была Кто выиграет, тот и платит Ах Нечистая сила Спасибо, Василий Сергеевич Где эта улица, где эта стол Где эта парышня стоя влюблен Вот эта улица, где эта стол Вот эта парышня стоя влюблен Прутится, вертится шар голубой Прутится, вертится над головой Раскудахтались Чатька, поесть принес? Принес Чайной колбасы принес Третий сорт Самый высший Ой, тядька что-то продал Ты зачем пинжак продал? Ври больше Продал, продал Ну, продал Теперь в Англии пиджаков не носят Вышли из моды Тядька у нас самый важный Ему с завода большое письмо пришло Врешь? Я 26 лет не врал Что ж это Может быть Спит? Спит Может, доктора? Доктора-жулики Может, у него мать или кто? Да что ты ко мне прилипла? Говорю тебе, нельзя Дело секретное Не мешайте, считай В кои-то веки Раз Ерофеев от дирекции Письмо с Сургучом получил Мириться хотят Улесчивать Мириться Это хорошо Мы ему тогда Курочку Бульон Выкипел твой бульон Как это так выкипел На нашей-то плите И плите конец Не будет у нас плиты 26 лет жили мы с тобой здесь Тараканов Двадцать шесть лет Собственно, лично Изводил Тараканы Останутся А нас На улицу За забастовку На улицу Да что тебе твой бог поможет Любит он Забастовщиков Дядя Бегусь Вот Как раз балы мне задавать Пусть заходит Здравствуйте Ну Вот тебе и барышня А я без пиджака Пожалуйста Ничего, что без пиджака Я к вам из правды Просил наш депутат Тураев Передать вам билет На думское заседание О вас говорить будет И еще поручили мне Передать вам деньги Из разных городов Из Харькова Сормова Мариуполя Шлю для вас Вот ваша часть Слыхала А ты говоришь Не помогут Ерофееву Не помогут Из Мариуполя Ерофееву День не шлют Из Сормова Шлют Вот Напиши им Правду Всем им Вот Спасибо От Ерофеева Хорошо Напишу Еще я хотела Вас спросить Да Слыхала я, что Вы последний Видели труп Нашего товарища Федора Может быть Вы знаете Куда его Свезли Труп Какой такой труп Я не похоронное бюро Значит и вы не знаете Да скажи ты ей Василий Кузьмич Чичко говорю тебе Дело секретное Пойми Ну извините Мне сказали Вы сами Рассказывали Ты не чистая сила Ну обличаю Невинного человека Обличаю Никому ничего не говорил Велено было молчать Кент Не велено Отойди Нет Вы скажите Вы скажите Вы наверное знаете Ну невелина Господи Да поймите Мне можно Ей можно Можешь ей все сказать Как мой труп Тебе унес Как меня от смерти спас Фух Уморила А все ты В обе язык Секунды не умеешь Помолчать Вот что Товарищ Федор И что за человек Права Бильярдист Пьяница И бабник Нечистая ты сила Прости Не мог дать о себе знать Очень ты мне нужен Я к тебе только из-за дела Тебе дело поручено А ты умирай Теперь не умру А делом сегодня же займусь Пускай я тебе одного Тебе опять насмерть А ты не пускай Куда я туда и ты Ну Василий Кузьмич Сдавай нам угол Так вместе и заживем Отвернись Ты что на них уставилась Развратная ты женщина Мария Никитична Слыхал Во всех домах обысков Полиция Давай скинь пучак Одевайся Скоро так Вышел Ну Держитесь товарищи Счастливого пути Никитична Тихо, червейцы, смотрите, во все глаза смотрите. Тихо, червейцы, смотрите, во все глаза смотрите. Я, винуясь, скажу, я хотел бы быть рабочим. АПЛОДИСМЕНТЫ Истинная причина запасовок в том, что революционные воротила. Студентишки, жиды, таримяшки подстрекают доверчивого русского мастерового запасовка. И некоторые из этих подстрекателей сидят между нами, господа члены Государственной Думы. Я назову их. Это так называемые рабочие депутаты. Обманутые избиратели. Глупое рабочее стадо почтили их доверие. Ороч, исключи. А тебе не нравится? Успокойтесь, жандарма. Вызовите ему ветеринара. Их выбрали заседать. Они шляются по заводам, разводят смуту, выпускают прокламации, издают кассеты, которые с раннего утра занимаются подстрекательством. Разнодушные рабочие потеряли голову, послушались извинников царю и родине и пошли по пути виселиц. Зараза забастовок распространяется. Лучшие средства против забастовок, господа, это уменьшить заработную плату. Голоду не забастуешь. Мятежами заниматься в пору лишь сытым. Так как это преступление колеблет основы государственного порядка, для этих господ надо судить как государственных преступников и повесить. Вы обязаны сказать правительству мало, мало, будь больше! Слово предоставляется депутату Тураеву. Играет г senzaочный тundаря decision зависит от того чего избравanderу XV3 и депутату в других угловышен и господа члены государственной думы вы слышали здесь утверждение депутата правых о том что рабочие живут сыпно и пестопотно и я себя в полиной рукой в манишку этот господин выразил желание стать рабочим сомневаюсь что рабочие примут его в свою среду тебя не спросят рабочие прекрасно видят разницу между своими рабочими депутатами и вами вас здесь большинство и вы идете с тумской трибуны министры нас здесь ничтожная кучка и мы идем с тумской трибуны на каторгу давно пора позвольте коротко обрисовать положение питерского рабочего 12-ти часовой рабочий день штрафы на каждом шагу за выход до свиска за выход после свиска занят метку в контрольных часах при сообщении нового адреса рабочие в таких каторжных условиях работать не могут а Известно, что бессмысленно прививать оску к телеграфному столбу. Не менее бессмысленно говорить о положении рабочего в этой черношотиной помещении. Все государственные думы дурай! Я призываю вас в порядку! Я сам рабочий. Если говорю здесь о страданиях рабочего, то только для того, чтобы показать всему пролетариану, всему народу эту систему эксплуатации, чтобы убить надежду в сердцах наивных людей на примирение правительства, правительства и насилия! Вся государственные думы дурай! Будьте осторожны, поражение! Перед вашей милости взываю я, господа, как в палатере друг против друга стоят, с одной стороны, объединенная буржуазия и помещики, с другой, пролитоят. И от его имени я остаюсь вызов правительству, внесением нашего запроса о забастовках в Санкт-Петербурге. Не сомневаюсь, что вы его провалите, но этим вы лишний раз покажете народу, что большинство Думы, попавшие сюда, заверят этот разному избирательному закону. Думы, дурай, если вы еще раз позвольте себе подобные поражения, я лишу вас слова. Крики забастовавших рабочих слышатся. Далай всю систему крепостного права. Далай это систематическое убийство и истощение рабочего. На насилие мы ответим. Насилие! Рабочий класс может добиться улучшения своего положения только собственными руками. Рабочий класс может добиться улучшения своего. Господин пристав! Господин пристав! Рабочий класс! Пославший меня! Слышит! 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 Все закрытые, в шевелике отговаривают выходить. Так, а ну-ка, Федор, беги, проводи завод. Как твоя листовка? Готова. А ну-ка. Хорошо. Правда! Работая газета Правда! Правда! Берите правду! Красное знамя труда! Ибо другим над землею Красное знамя труда! Берут, товарищи, вновь! Самозванными листовками вас вызывают на улицу! От имени социальдемократической партии вас зовут выступать! Товарищи, я старый социальдемократ, и я заявляю, это ложь! Вас провоцируют! Случайными шествиями, случайными демонстрациями Вы растрачиваете мощь рабочего класса! Увольнения после забастовок у вас были? Были! Аресты после демонстрации были? Были! Были! Вот! Видите? Результаты этой злостной агитации Игры с огнем Вместо того, чтобы расти, накапливать силы, развиваться Чтобы когда-нибудь предъявить грозный счет врагам Вы! Вы погибнете поодиночке! Верно я говорю? Верно! Слушайте, что говорит честный рабочий! Мы погибнем по одному! Только вряд этот господин! Разве мы одни? Все рабочие Питера вышли на улицу! Вы одни спрятаться вздумали! Так можно же одних и задавят! Кто вам тогда поможет? Вот этот! Солончик! Идите на улицу, товарищи! Там ваше место в общих летах! Держите его, держите! Идем на улицу, товарищи! Там ваше место! Мы погибнем по одному! И победим вместе! Стой! Стой! Надо, Серёж! Пошли! Пошли! ПЕСНЯ ПЕСНЯ И в конкулячих канав Штение из ветерина Куда? Сапоги, Шмурт. А, взяться за руки. На Самсоневской пьют. А, взяться за руки. 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 Всегда мечтал зажить как следует. Улюд, самовар, дети. Так, взяться за руки. А, взяться за руки. Ну, очистить улицу немедленно! Разойдись! Стрелять будем! Встречемся от второго мира, Отряхнем его праздно шепнул. Нам не надо золотого кумира, Ненависти на царских чертог. Мы пойдем к нашим страждущим братьям, Мы к холодному люду пойдем. Дограти пенье! Мы прощем, мы злодеем, Когда он оттенок на дно, Мы его поздорем. Давай поднимайся, рабочий народ, Единственным ругают колонны, Расплодься, нечистки готовы, Передед, вперед, 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 вперед! У войны, покачивши, жадный славы, Развещают тяжелый путь. Мы на боком ширеет обшорный, Война, средний путь на леду. К К Для К К К К К К ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА